Рождество в Лютеранской Церкви Рождество в Лютеранской Церкви – традиционный западный праздник, я бы сказал, главный праздник для католической и для протестантской Церкви. Но для протестантской, прежде всего, для Лютеранской, как сохранившей свою традицию и приверженность, в том числе, апостольской традиции, мы признаем все семь решений Вселенских соборов и традиций. Что такое Рождество? Почему вообще на Западе и в Лютеранской Церкви Рождество считается более главным праздником, чем даже Пасха? Мы говорим, что никогда не было бы воскресения, распятия и воскресения последующего, если бы не было самого главного Рождества. Потому что в Рождестве и первые христиане воспринимали Рождество как нечто очень важное. И более того, даже в первые века Рождество не праздновалось, а праздновалось так называемое Богоявление. Бог, который явил себя человеку, явил себя во плоти. Почему это так важно для нас? Потому что на самом деле, как Бердяев позже напишет, если бы Христос не родился, не пришел в этот мир, и последствия не пострадал, не умер за меня и не воскрес, то и жизнь моя лишена была бы всякого смысла. Аспект Богового воплощения необычайно важен для протестантского, для лютеранского мышления, потому что с этого все начинается. Это Он пришел, а не я нашел. Это Он достиг меня своей благодатью, а не я долго-долго искал и в конечном итоге сделал свой выбор в пользу христианства, например. Нет. Писание однозначно говорит, что когда пришла полнота времени, Он послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ну, конечно, сегодня в наш постмодернистское, даже я бы сказал, на Западе, в постхристианском сознании, обществе, аспект религиозный, аспект Рождества, он отошел на второй плане. То есть это в большей степени превратилось в такой семейный праздник, традиционный праздник, и многие уже и не помнят его основы. Ну, а в чем там суть-то в самом начале была? Вот, например, современный, можно сказать, культ Санта-Клауса, когда люди не знают вообще, кто такой Санта-Клаус. Это странный, смешной старик, который раздает там подарки в определенное время, в декабре. На самом деле это святой Николай, мерликийский чудотворец, культ которого в Средние века в Европе был очень распространен и связан именно с Рождеством. Для лютеранской церкви это очень важно. Эти традиции, которые подчеркиваются, и подчеркивается их христианской основой. Мало, например, кто знает в России, что елка является лютеранским изобретением. Она пришла в Россию вместе с Петром I, который многое очень заимствовал, и позитивного, и негативного на Западе. И лютеранская церковь пришла сюда. Позже ее традиция была утрачена. В простых семьях, в крестьянских семьях, у мещан это не было принято. Но знать практически вся наряжала елки на Рождество. В первые годы советской власти она была отменена. Сталин потом вводит ее опять. И сегодня у нас имеется лютеранская рождественская елка, которую наряжают на Новый год. И никто не помнит смысла, на самом деле, этого символического действия по лютеранской традиции. Сама по себе елка перекочевала из верований древних германцев в вечно живущее, растущее дерево, дающее жизнь, которому поклонялись язычники-германцы. Но позже елка стала ассоциироваться с тем самым древом жизни, которое на самом деле дает вечность. И древо жизни, или крест Христов, который дается нам в качестве подарка. Вот почему на елке развешиваются подарки. Мы принимаем эти подарки и символически тем самым утверждаем, мы принимаем дар Божий, который нам Господь подарил. Сегодня, если мы будем смотреть на культурные аспекты Рождества, может быть, Рождество – это тот последний форпост, тот последний элемент, который удерживает западную европейскую цивилизацию от полной секуляризации. Поэтому мы стараемся в этот день донести самую главную весть, евангельскую весть – Бог любит тебя.